приветствую всех на канале глянем что по ссылке в посылке у нас ради конструктору такой ради конструктор я увидел на алиэкспрессе и решил приобрести вот чем он замечательным это а им радиоприемник должен быть и причем схему очень простая то есть один чип у нас это до 76 42 такой чип для построения а м радиоприемников и можно этот тип использовать в промежуточной усиление промежуточной частоты те же а им радиоприемников здесь небольшое количество деталей вот плата очень даже неплохо сделано и вот односторонние без металлизации но зато качественно все сделал поэтому паять будет просто и легко все детали и хорошо обозначены так что у нас проблем тут не возникнет теперь что у нас тут схема показано сейчас я ее покажу схему вот схема у нас схема а м радиоприемника два транзистора усилителя низкой частоты и собственно говоря а м радио это тут обозначен как 10 642 чип такой вот и соответственно он преобразует высокочастотные сигналы поступающий на контур значит в низкочастотный сигнал для усиления вот теперь давайте посмотрим что внутри у нас есть открывается дело это туго поэтому использую специальную такую ковырялку достаю все внутри внутри обычные ради детали динамик самый такой обычные дешманские о что-то отломался о к сожалению к сожалению тут у нас неприятность отломался держалка для батарейки так но остальные все детали самые такие обычные вот ну чтож будем собирать пытаться вот это починить клей наверно посадить надо будет я так думаю вот попытаемся его починить не стал видео снимать процесса пайки потому что в принципе таких видео я много снимал но и в данном конкретном радиоконструкторе это вообще информационной ценности никакой не несет тут все хорошо обозначены где что впаивать как впаивать вот так что тут ничего вот держалку для магнитной антенны на прикрутить вот вместе с конденсатором но в принципе это все причем смотрите с этой стороны держалка прикрепляется вот но и транзисторы и микросхему по рисунку так но все остальное как бы элементарно вот эту наклейку наклеить то есть провернуть до конца упор и вот так наклеить тогда будет все окей правильно стоять ну и магнитную антенну первая катушка которая намотана эмалированным проводом такая она а а и б с и д нам а припаиваем уже вторичную катушку маленькую который цитрадом в данном случае намутанная вот тогда ничего как бы проблем не будет и вот эти провода уже готовы для припайки динамика желтыми два средних красные и черные это уже питание все в принципе тут больше ничего такого нету сложного сборку полностью завершил здесь что у нас значит батарейки припаивается красный соответственно к этому к этой клемме черный к этой клемме но и динамики желтым проводом заранее припаяны к плате так здесь у нас крепится плата одним саморезом не забудем здесь соединить любым проводом так вот эти два контакта и динамик пришлось мне значит приклеить с помощью термоклея других способов тут не предусмотрено вот так же термоклей использовал так как вот этим контакты они висят воздухе но это не грамотность разработчиков абсолютные пришлось туда в эту щель налить термоклеем для того чтобы это было бы лучше держалось и с этой стороны я еще приклеил пластинку пластику и там тоже для усиления и также термоклеем вот такие меры теперь что нам осталось испытать поставить две батарейки а а все готово к испытаниям нашем районе а м диапазон пустой абсолютно вот иногда бывает что китайцев ловишь но это вечерами поэтому я использую для тестирования вот такую радиопередатчик а им радиопередатчик он совсем маломощный так что никому мешать не будет но для моих целей он отличный вариант здесь у меня три варианта нижней часть диапазона верхней части и середине это позволит мне настроить диапазон на радиоприемнике и проверить собственно говоря данный а м радиоприемник питается данным устройство 6 вольт виде ссылку на видео по сборке кстати на самодельный корпус на 3d принтере распечатан вы найдете под данным видео так mp3 тоже самодельный тоже найдете ссылку под данным видео а давайте теперь включим радиоприемник числительность мощность слабо и числительность слабо так что нам непосредственно близости тестировать я включаю мы сразу ловим тут надо точно подстроить диапазон настроиться от положение магнита антенны тоже много зависит так средняя часть давайте посмотрим диапазон тут очень низкая избирательность почему потому что это приемник прямого усиления не супер гетер один поэтому избирательность у нас слабая то есть можно прослушивать очень близком расстоянии соседние диапазоны то есть получается почти вот близости да я немного ради приемник тогда отодвину а ради передатчик отодвину тогда будет лучше слишком близко к нему нельзя все везде по зону он становится рабочим данном случае вот начинаем ловить потом но он смещён середина все-таки не там должна быть вот хороший прием там уже ухудшается громкость средняя такая у приемника но в принципе достаточно вот он звучание кстати неплохое почему звучание неплохое потому что приемник прямого усиления имеют широк более широкую полосу пропускания поэтому звучание будет лучше чем у супер гетер один но избирательность конечно тут желает лучше настроить можно подстройка диапазона возможно только вот этим переменным конденсатором здесь с помощью отвертки ну что ж подведем итоги данный приемник очень понравился прежде всего простота схем схема совершенно простая но в то же время он что-то ловит вот на ам диапазоне так немного есть возможности настройки подстройки диапазона принимаемых частот но это приемник прямого усиления поэтому ждать много от него не приходится вот что дальше можно сделать можно перейти на ам диапазон видать корпус вот имеет отверстие здесь отверстие вот это отверстие для точно настройки наверно и предусмотрено было что данный корпус может быть использованы здесь отверстие есть до использован для приема на fm диапазоне переделать в принципе данный приемник возможен на fm полностью вот может быть я этим займусь и покажу как это сделать то есть вот тогда не нужен для приемника fm новый корпус можно использовать вот имеющийся всем спасибо за внимание подписываемся на канал будет много чего интересного пока спасибо за просмотр! Продолжение следует...